Аллах говорит, «Все возможные плоды я даю вам». В этом содержится знамение для людей размышляющих. Всё это Аллах называет знамениями. Что же такое знамение? Вот, к примеру, на дороге можно увидеть дорожный знак или какой-то указатель. И на указателя какая-то надпись. Допустим, написано «До Эдмонтона». Или нижний Эдмонтон на этой стороне. Если последуете этому знаку до верхнего Эдмонтона, где окажетесь? В верхнем Эдмонтоне или в нижнем по другому указателю. Пока еще вы не в нижнем Эдмонтоне и не в верхнем Эдмонтоне. Вы перед указателем. Куда хотите, туда пойдете. Когда Всевышний Аллах говорит нам о фруктах, или еще о чем-то говорит в Священном Коране, если вы глубоко подумаете над этим, вы придете ко Всевышнему Аллаху. Например, приведу пример. Кожура какого-то фрукта, например, яблоко. Кожура яблока. Какой толщины? Скажите. Какой толщины кожура яблока? Меньше чем... Не знаю, но меньше миллиметра, наверное, даже. Около миллиметра где-то. Не знаю точно. Но где-то так. Согласны? Кожура это очень, очень-очень тоненькая. Она даже тоньше, чем кожа человека. Да? Тоньше. Намного тоньше человеческой кожи. Яблоко растет. Яблоко растет на дереве. Растет оно много-много-много-много недель. По мере того, как яблоко растет много-много недель, каждый день по нему ползают какие-то насекомые. Каждый день дождь по нему капает. Солнце светит на него. Каждый день. Пыль каждый день на нем. ежедневно куча маленьких существ ползают по нему контактируют с этим яблоком каждый день ветер на него дует и так далее в общем в итоге яблоко растет 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 пока не вырастает полное ты срываешь это яблоко с дерева и как обычно делают в фермерском доме яблоки складывают оттуда транспортируют потом могут перевести в другую страну вообще в итоге в местный магазин оно к тебе попадает и опять каждый день пыль на этом яблоки каждый день с чем-то соприкасается она каждый день берут обратно кладут и так далее до тех пор пока ты его не покупаешь и не приносишь домой принес домой домой принес его и дома она у тебя лежит какое-то количество дней пока однажды не решишь так надо съесть яблоко берешь яблоко кожура когда кусаешь ее миллиметр или меньше миллиметра когда кусаешь и вот за этой миллиметровой кожуркой яблоко внутри свежее или не свежее свежее или нет ну свежее если не доел и оставил если оставишь его оно темнеет да темнеет потому что потерял миллиметровую кожуру причист великий аллах если это яблоко лежит неделями и неделями в кожуре меньше миллиметра всевышний аллах посредством нее защищает яблоко через эту тоненькую кожуру аллах говорит аллах говорит это одно из знамений взгляните на их плоды когда они появляются и когда созревают это в коране что аллах хочет показать нам вот фрукты некоторые разрезаешь смотришь внутрь например смотришь на гранат смотришь на инжир смотришь на то сколько семян в инжире смотришь на гранат как он создан гранат упоминается в коране смоковница упоминается в священном коране оттин если посмотреть на эти фрукты просто сесть и проанализировать думаешь субханаллах в нем столько цветов столько красоты какой прекрасный у него дизайн как хорошо он защищен каждый фрукт это знамение что никто больше кроме такого великого создателя не может такой создать и это только одно из знамений а большинство из нас проходит мимо них не обращают внимание на эти знамения люди принимают все это как должное это самая большая проблема вот приведу пример вы сидите на полу здесь ночной намаз настанет вы встанете молиться многие не почувствуют боли в спине и те у кого не болит спина как должное это принимают да или нет те у кого болит спина мы знаем каково это а как только проходит боль в спине допустим однажды человек к врачу пошел или еще через какие-то причина аллах исцелил его в тот день когда прошла боль в спине мы говорим хорошо то как жить без боли в спине а большинство из нас у кого спина не болит принимают как должное у нас руки не болят голова каждый день не болит а есть люди у которых каждый день голова болит некоторые каждый день пьют лекарства от головной боли постоянно по врачам ходят и доктора не могут понять в чем дело причем годами вот так вот оно бывает у людей большинство из нас у кого каждый день голова не болит мы принимаем это как должное типа ночь нормально нормально же ты вспоминаешь о чем-то только тогда когда она заболит ты не чувствуешь головной боли каждый день боли в животе каждый день у тебя нет ежедневных проблем с пищеварением с глазами со слухом тоже со зрением слухом нет ежедневных проблем ежедневных проблем с частями тела, органами, зубами, и много еще каких ежедневных проблем нет. Каждый день шагаешь по земле, делаешь каждый день все, что хочешь, и знаешь что? Ты не задумываешься о том, что Всевышний Аллах столько чудес в твоем теле заложил, ты об этом не задумываешься. Типа, ну это же естественно. Что происходит в мире? Люди начали смотреть на окружающий мир, вот так. Каждый день Аллах дает фрукты, каждый день еду дает Аллах, Аллах дает нам овощи, дожди нам дает, Аллах дает ветер. Эти дары окружают нас, а мы принимаем их как должное. Типа, ну это же обычно, да, это просто обычно. Если хочешь увидеть людей, для которых эти вещи не являются обыденными, тебе бы посмотреть на людей, которые неделю голодают. Понимаете? Походу нет, типа, а, шейх, ну у меня же все хорошо. Понимаете или нет? В мире есть народы. Субханалла, я документальный фильм видел. Одна тарелка еды. Одна полная тарелка еды. Этой семье из пятерых человек, двое взрослых и трое детей. Одну тарелку еды они растягивают на неделю. И выживают. Живут дальше. Вот такой вот у них рацион. Больше, чем это, у них нет. На этом выживают. Удивительно. Ты слушаешь про времена? Сподвижников пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Они, да будет доволенными Аллах, жили на финиках и воде. Если бы вы повстречались с теми людьми, а они посмотрели бы на то, как живем мы, то мы бы поняли, какова их жизнь. И, субханаллах, они бы сравнили свою жизнь с нашей. А мы это все принимаем как должное. Вот наука... Обратите внимание, на какие вопросы ищут ответы. Что? Ответы на вопросы, как? Как это происходит? Что, по сути, произошло здесь? Они не ищут ответов на вопрос, почему? Почему? Почему так, что некоторые вещи плавают в воде, а некоторые вещи плавать не могут? Вот, допустим, смотрите. Если положишь что-то тяжелое в океан, что будет? Утонет. Тяжелое в океан, бросишь что-нибудь, сразу ко дну пойдет. А если несколько деревянных досок скрепишь вместе с помощью гвоздей? Гвоздей, которые ты вобьешь молотком между этими досками. И вот вы эти гвозди помещаете прямо в океан, сбитые вместе деревянные доски, помещаешь в океан, и, будучи сколоченными вместе, корабль, лодка... Корабль потонет или нет? Не потонет. И Аллах говорит в Коране, «Посмотрите на океан. Я позволяю вам переплывать из одного пункта в другой через океаны». Не видите в этом знамение? Знамение в этом не видите? Мы принимаем это как должное. Ну, что такого? Ну, плавает. Мы знаем, с точки зрения науки, это водоизмещение, вода не проникает внутрь, гвозди удерживают деревянную конструкцию, поэтому вода не может проникнуть внутрь, поэтому внутри сухо, и поэтому оно может плавать. Но почему оно плавает? Почему? Если бы Аллах захотел сделать, чтобы не поплыло, так и не поплыло бы. Почему облака там, где находится? Ученые скажут, ну, это испарение воды, влага поднимается вверх, поднимается, образуются облака, потом дует ветер, туча разрастается, разрастается и проливается. Но почему? Почему влага после испарения не улетает куда-нибудь? Почему после испарения влага не превращается в облака, которые висят низко? Почему они высоко? И когда дождь идет, вот смотрите, в этом чудо. Вы видели разные виды дождя? Иногда капли маленькие, иногда больше, иногда еще больше, иногда дождь вообще сильный, иногда очень слабый, да или нет? Логика говорит, когда облака вверху, и когда они готовы пролить вниз воду, она вроде как должна пролиться, как ведро воды на нас. Так же вроде бы. Почему вся эта вода должна распадаться на маленькие частицы и проливаться всюду над землей? Это милость Аллаха. Понимаете? Это милость Аллаха. Он орошает землю. Он не проливает всю воду из тучи, как из ведра. Представьте, огромное ведро с неба падает на тебя и на твой дом. Затопит же. И городок твой маленький тоже затопило бы. Всевышний Аллах так не делает. Механизмов много. А наука вам что скажет? Типа, да, это происходит из-за плотности, потому что вот так дует ветер, туча высоко, а когда влага из нее спускается, распадается на маленькие частицы. Ну да. Но почему она так выпадает? Если будешь задаваться вопросом, почему, ты найдешь Аллаха везде в этих ответах. Это чудо. Это чудо, как все это происходит. Если почитаете Коран, например, аят, о котором я только что говорил, о кораблях. Сура 42, аят 33. 32 и 33. Детский.